Вышел покормить собак, собак нету, поскучал нету. Сегодня маленько собрал, он пришел там еще, кладу собаки, нога висит как перебитая. Кто увидел так кровь здесь? Я увидел. Ну зайди сюда, посмотри, это наш дом, и посмотри, вся дорога залита кровью. Я подумал, что начался отстрел собак. Ну, иди сюда, иди керослицу, и кольцо собаки. Посмотри, сколько крови. Это много крови. И вот здесь, видно как, ей непонятно, как какая-то борьба такая пошла, и вот тоже, и вот сюда, просто переходит на эту сторону. Я вот, от самой данной собаки, такая самая ласковая была, ее я тут самка. Ну подумал, может отравили или что, пойдем куда-то посмотрим. Нет, пока вот тут не просто так, а собаки несут дежурство. Вот посмотри, где собака сидит, я подойду от нее. Вот она наша собака, она мертвая, а ее охраняет, это самая дорогая собака была на улице, ласковая-ласковая, а это кобель неизвестно откуда, он самый сильный. Я нашел здесь, иди ко мне. Я отвлеку маленькую, да. Оп, ага. Вот, а ты сюда подойди побеги. Вот она лежит, это она стала, ее нюшка звали как-то, вот она. И он лежит, вот вытаила все, караулит ее лежит. Что с ней случилось, я сейчас пойду по улицу разузнавать. Ласковая-ласковая такая была, но она застыла уже. Вот с той стороны может зайти потихонечку, он не тронет, помню. Я вам прикармливаю пока, но иди сюда. От сюда подойди еще, нет, ты посмотри. Вот она лежит. Вот так, оттуда можешь сделать снимок. Видно, бумага лежит, тут может кто-то подходил к ней. Самая-самая спокойная собака, стыдливая, как называл. Вот что-то даешь ей, или говоришь, и она голову вот так вот согнет, и так из-под лоби смотрит. В ограду никак нельзя было заманить. Столь ее затащили, вот здесь откроется вот, смотри. Видимо, вот здесь она лежала, житая у нее. И вот она лежит. А это, она должна была вот-вот гуляться, чтобы собаки, остальные это кобели, это кобель, тронули, я даже не знаю, как это может быть. Вот он как в виде самочки, нога у нее оказалась перебитая. Что здесь было? Ну все такое, смотри. Вот это самый ярый пес. Хорошенький такой песик, да замечательный. Ну, потеряли такую хорошую собачку. Он лежит, замерзает здесь, никуда не уходит. Верность погибшей собаки. Да хорошая моя. Я их кормил каждый день. Раз, два, три, вот они. А он главный среди них. Его все боятся. Вот так. Ну, а это вот у нас дворник, он направо, он за этим, в котором мы находимся. Рядом. И все, пошел спрашивать, не знаю. И, наконец, один мужчина сказал, на той стороне живет. Он говорит, собака эта здесь лежит. Ну, я дошел до проспекта, нигде не нашел, я не туда пошел. Ну, он сейчас вернулся, я не знаю, мне, в общем, даже это тяжело. Вот эта собачка, она в пуху вся почему-то оказалась. И ножка перебитая у нее. Да ну, молодец. Что такое? Что такое? Что с вами случилось? То ли кто ловил их, то ли еще было в крови вся и в пуху. Вот. Видишь, что сделано было? Это вчера. Сегодня у нас 25 января 16 года. Вот он пришел. Они скорбят такие, любят, чтобы маленько им... Вот. И убежал там один тот тоже кобелек. Ну, это самый сильный, его все боятся. Черный вообще не подходит. Мясо брошу, а он даже боится брать мясо. Эти еды его задолбили. Такая иерархия суровая здесь. Ну, я этого отвел маленько ссору, мясо пил, он скорее к тому побежал и дал. И он мясо схватил и убежал. Пойдемте, пойдемте. Ну, пойдемте, пойдемте. Вот. Вот такое дело. Значит, самые лучшие собаки лета. А у нее был, когда дружок был, машина сбила. Хороший, хороший тоже. Ну, мы его тогда затащили сюда и... Вот она будет лежать, кто и вытащит мусорный ящик. Они звали как Танюшка или... Ксюша? Как она? Люся. Люся звали, Люся. А я это звал Жучка. И она издалека меня провожала, далеко проспект туда. И туда уйдет даже. Такой спокойной собаке трудно найти даже. Я стеснительный звал. Подойдет всегда вот так вот и... И голову как будто он стесняется. Что случилось? Не знаю. Вышел кормить. Эти собаки есть, есть. Ее одной только нету. Остальные целые. Ну, это ножка перебитая. Я побольше мяса дал сегодня. Смотри. Это вот верность погибшей собаки. Какая верность? Ну там... Подум уже снег растаял. Он, видимо, своей душе был знаком. Он не заступился за нее. Ты еще не заступился. Ты теперь охраняешь ее. Не видел где она? Ну... Хорошенький песик. Я не знаю, откуда он пришел такой. Его характер мне неизвестен, но уже дается погладить. А там, видишь, скачет на одной ноге. Висит в ногах. До вчерашнего дня этого не было. Все собаки были здоровые. Вчерашний какой-то трагический день такой был. Что-то за этим кроется ими. Ничего нет. Обычные разборки. Но она была безобидная. Вообще. Просто не расскажешь, какая она была хорошая. Не потому что она мертвая, а потому что такая была. Я ее снимал неоднократно. Я уже покормил. У меня мяса больше нет. Далее не приносит. Ее нельзя было завести. Вот сюда шагнет. Еще я дверь так оставил. Открытой. А положил мясо вон туда. Я сам отошел. Она стояла. Смотрела. Потом забежала. Схватила. Я вышла и здесь съела. То ли ее где-то кто-то запирал. Но умная собака была. Но вот эти, которые бегают, они умнее тех, которые в комнате. Они знают, как дорогу переходить. Видишь как? Потому что там закормлено. Ну, жучка-то не знает. Ну и что? Что такое? Да он лапку хочет показать. Да замечательный. Лапку подает. Ну я сейчас приду еще. Принесу маленькое мясо. Принесу. Подожди маленечко. Ты смотри. Да вот он как. Никогда этого не делал. Ему сегодня нужна поддержка. Он потерял подругу. Никогда этого не было, чтобы он так ко мне лез. Он вообще не допускал к себе. Ну еще утешит тебя. Потерял. Сейчас я приду мясо принесу еще маленечко. Только других не обижаю никуда. Никогда. Все. Пошли. Вот он как-то вот. Закрывай. Вот даже в зверинном царстве и то. Такие переживания. Вот тут покажу вам. А тем более человек, когда потеряет друга. Она была в силе такая собака. Она должна была работать. Она называется течка. Главное, она штука. И мы должны были защитить кобели. Пошли. Почему-то не случилось, не знаю. Я по соседям не хожу. Потом увижу, как родится здесь. Я его переспрошу. Все. В чем дело было. Но по-прежнему вот это верность собаке. Все протаяло. Он около нее лежит. Вот. А он убирает. Что-то ходит. С ошейником. Что-то ошейника вроде нет. Вот опять новая история. А это вот. Где я упал. Вон пшеница рассыпана. Вот на этих валенках я как раз убыл. Сейчас покажу как я падал. Значит, чтобы туда в ямку упасть, я должен был быть минимум вот здесь вот. Вот здесь я навернулся. И вот туда он вслопнулся. Вот он. Почему? А видишь, какие? Обувь-то какая. Транспортерная лента. Ну и еще. Обе руки у меня были заняты. Это не действует. А здесь две банки. Я ни за что не держался-то. И хорошо. Иначе бы я сухожилие порвал. Пшеница. Там горох. Все. Это как туда ударился. Я считал такое в войну было. У летчика парашют не раскрылся. Ну это может один на сто тысяч так бывает. Не раскрылся, но это пропал. И вот удивительное дело. Представь, потом мы считаем историю. Большой овраг. И там росла очень пушистая такая ель. Ее почему-то называли как-то так, как спасительность или что там. Когда грибы брали, приходили, под ней скрывались от дождя. Но назначение ее пришло позже. Он падал и упал прямо поверх. Вот наша елка лежит. Вот эта. А не видишь, как сучки-то? Ее каждый сучок самортизировал. И упал, и снег вниз. Он упал, и этот снег вместе с ним пошел. Там неглубокий овраг был. Он остался живой. Это вообще даже не придумаешь как. Вот город Грозный. Смотрите, какой он Грозный. А кто знал тогда, называл его Грозный-то? Это вот как-то что-то заложено в этом уже заранее. Тут может тоже что-то было. Я не люблю это вот от разгада такие приветы. Но иногда бывает очень крещащие подсказывают. Вот я вспомнил сразу. Солючика вспомнил сразу. Верно, вспомнил. Бросает. Есть хотя бы такое неоказание помощи в беде. Помощи. А это мертвого караулить собачки. Вот так. Все. Пока нет. Да, я хотел их расходить. Смотри, когда готовы. Заходи. Все, заходи.